Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В ряде работ показано, что одной из причин развития этого синдрома может быть дисфункция дофаминового транспортера. Транспортера обратного захвата дофамина и синаптической щели. И у некоторых вариантов пациентов со сдвиг такие генетические нарушения выявляются. Значит, лечение сдвиг применяется традиционно либо стимуляторами, производными амфетамина, но в последние годы также применяют и лекарства, связанные с регуляцией адренергической системы, такие как гонфоцин и атомоксицин. Норадреналин и дофамин оба очень важные нейромедиаторы, играющие важную роль в процессах обучения, памяти. Они имеют общие пути синтеза, имеют проекции в общей структуре, такие как префронтальная кора прежде всего. Транспортеры обратного захвата дофамина и норадреналина могут взаимно заменять друг друга в некотором отношении. По крайней мере, транспортеры обратного захвата норадреналина может захватывать дофамин. Ну, дофамин, дат более специфические к дофамину транспортерам. И мы исследовали и работали на генетической модели нокаутных животных, лишенных полностью белка дат. У них произведен нокаут кена, который кодирует белок обратного захвата дофамина. И эти животные, для них с точки зрения молекулярной, так сказать, молекулярки, характерно повышенный уровень внеклеточного дофамина в синаптической щели до 7 крат. Это определено методами микродиализа, высокоскоростной жидкостной хроматографии и вольтамперометрии. Также нарушена динамика удаления дофамина из внеклеточного пространства, поскольку белка обратного захвата у них нет. Как результат, снижение тканевого дофамина, по крайней мере, в стриатуме, поскольку весь дофамин, который будет выделяться в синаптическую щель, он должен быть вновь синтезирован. С этим связана повышенная активность тирозиногидроксилазы, фермента синтеза дофамина. Вот такие особенности этих животных. И в наши задачи входило исследование этих животных. Мы начали с того, что определили суточным мониторингом уровень внеклеточного дофамина в стриатуме этих крыс. Дальше выявление особенностей поведения этих животных, прежде всего при решении сложных когнитивных задач. И, возможно, электрофизиологические маркеры состояния такой гипердофаминергии у этих животных. И следующая задача – это компенсация выявленных нарушений за счет норадоэнергетической модуляции. Вот как мне включить видео, если вы мне поможете? Значит, я хочу вам показать, как движутся эти животные. Включите, пожалуйста, видео. Вот. Вот вы можете сами судить, похожи эти животные на детей со сдвиг или нет. Для них характерна гиперактивность, снижение веса тела, стереотипное поведение перед вами в родной клетке и различные когнитивные нарушения. Справа представлены треки траекторий, которые проходят эти животные по сравнению с диким типом в локомоторном боксе. Значит, мы исследовали суточные колебания уровня дофамина у крыс Датко и крыс дикого типа методом микродиализа и высокоскоростной жидкостной хроматографии. И выявили, что на протяжении всего суточного цикла крысы Датко характеризуются повышенным уровнем дофамина в стриатуме. Но эти животные обладают индивидуальностью. Вот как раз доклад, который был передо мной, он очень интересен для меня, потому что, несмотря на то, что это линейные животные, они ярко выраженной индивидуальностью обладают. И мы, наблюдая за этими крысами, видим, что они не всегда проявляют гиперактивность. Иногда они проявляют, наоборот, такое поведение, замирание. И это очень для нас важно, потому что поведенческие эксперименты будут очень сильно зависеть от уровня дофамина и выраженности вот этой гиперактивности у крыс. Поэтому, когда мы смотрим индивидуальные тренды изменения уровня внеклеточного дофамина, то мы видим, что пик повышенного дофамина приходится на вторую половину дня и ночь. Ну, ночью мы не работаем с животными, а утром они довольно спокойно спят и таким образом уровень дофамина у них снижается. Дальше мы исследовали в нескольких лабиринтах изменение поведения у этих животных. В первой серии исследовали обучение крыс в поиску подкрепления в восьмилочевом лабиринте классическом, когда крыса должна была собрать подкрепление в каждом рукаве лабиринта. Выяснилось, что датко-крысы способны обучиться этой задаче, но затрачивают на это гораздо больше дней обучения. И на решение этой задачи в каждый день у них уходит больше времени и они проходят значительно больше расстояния, чем крысы дикого типа. Значит, что интересно, что эти животные используют иную стратегию обхода лабиринта. Если крысы дикого типа всегда поворачивают, ну не всегда, преимущественно, используют поворот под 45 градусов, то есть поступают так, как мы бы поступили, обходя восьмилочевый лабиринт. Один рукав за другим собирают все подкрепления. То крысы-нокауты по дофаминному транспортеру предпочитают ходить под тупым углом и даже иногда напротив. И поведенцы знают, что обычно крысы не ходят по прямой. А для них это как раз характерно. При этом, в принципе, они могут обучиться, но им трудно обучиться в этом лабиринте. Следующая установка, которой мы исследовали этих крыс, это так называемый редбокс. Где в тестовом экспериментальном зоне предъявлены два одинаковых знакомых объекта, под которыми расположено подкрепление. Чтобы получить подкрепление, крыса должна сдвинуть эти кубики и взять подкрепление. В следующей серии им предъявляется в разбивку различные абсолютно новые объекты, под которыми нет подкрепления. И крысы не должны их трогать. Значит, и дикий тип, и крысы Датко способны обучиться этой парадигме, сдвигать знакомые кубики, получать подкрепление. И не трогать новые объекты, и уходить с арены. Но крысы Датко, тратя больше времени, проходят большую дистанцию. Несмотря на то, что нокаутные животные используют неоптимальную траекторию обхода экспериментальной зоны, многократно обходя тестовые объекты. Тем не менее, они не делают ошибок при парадигме, когда подкрепление под знакомыми объектами, так же, как и крысы Дикого типа. А вот при предъявлении новых объектов появилась совершенно неожиданная разница. Выяснилось, что крысы Датко не делают ошибок почти никогда при вот этой парадигме. Тогда как крысы Дикого типа иногда проверяли, а вдруг под этими новыми объектами все-таки подкрепление есть. То есть, склонность к стереотипным реакциям у этих крыс играла на руку этому обучению, и они были более эффективны в получении подкрепления. Но чтобы нам определить возможности коррекции поведенческих нарушений при помощи атоэнергических препаратов, нам пришлось выбрать другой лабиринт, в котором можно было это сделать. Ну, тут препараты, которые мы использовали, гуанфоцин и атомоксицин, используемые как лекарство. И для сравнения мы взяли ее химпин, являющийся антагонистом альфа-денорецепторов, по контрасту к гуанфоцинам агонистам альфа-денорецепторов, для сравнения. Мы использовали лабиринт Хэва-Виллиамса, в котором крыса должна была пройти от старта к финишу и получить подкрепление на финише. После того, как животные все обучились общей парадигме в тестовой арене, в тренинг, мы предъявляли им различные варианты этого лабиринта, используя подвижные стенки. Таким образом, направление должно было быть одно и то же данного движения, но крыса должна была найти оптимальный путь от старта к финишу. И в каждой из этих арен предъявляли и делали инъекции определенных веществ перед тестированием, чтобы посмотреть, как они влияют на обучение. Значит, все животные могут это сделать. То есть обучаемость и дат-нокаутов, и дикого типа хорошая, но дат-нокауты, как всегда, тратят больше времени, проходят больше расстояния. И в данном тесте они делали больше ошибок, заходя в ошибочные сектора лабиринта. И время нахождения в зонах ошибок у них было достоверно выше. Введение гонфацина приводило к снижению расстояния пройденного, а йохимбина, наоборот, повышало расстояние и увеличивало гиперактивность. Время, проведенное в ошибочных секторах, снижалось после введения гонфацина, увеличивалось после введения йохимбина. Число возвратов при выполнении задачи – это такой параметр, который нам говорит о стереотипии поведения. Дат-нокаутные крысы не доходят до финиша, возвращаются назад и так постепенно обследуют лабиринт. Число возвратов под влиянием гонфацина снизилось, под влиянием йохимбина увеличилось. И АТХ, атомоксицин, также действовал на этот параметр при выполнении задачи. Таким образом, мы можем… да, ну, вывод сейчас я сделаю. Следующая серия экспериментов была посвящена определению амплитуды стартл-рефлекса, врожденной реакции на звук. При том, что на первый звук всегда животное, ну, как и человек, реагирует вздрагиванием. Если же этот звук предваряется небольшим, не очень громким звуком, то тогда амплитуда вздрагивания меньше. И разница между этими двумя ответами в процентах является величиной при импульсного торможения, которая отражает… является характеристикой непроизвольного внимания. Так вот, гуанфоцин и атомоксицин улучшали эту характеристику для датко-крыс, сниженную по сравнению с диким типом, доводя ее практически до уровня контроля. Таким образом, мы видим, что гуанфоцин и йохимпин улучшают обучение крыс в лабиринте, тогда как йохимпин, наоборот, снижает обучаемость. И гуанфоцин и атомоксицин улучшают показатели непроизвольного внимания. Значит, в следующей серии я очень кратко остановлюсь. Мы проводили регистрацию локальной нейрональной активности в стриотоме и префронтальной коре крыс, нокаутов и дикого типа. Значит, это была серия тоже суточной регистрации, параллельно с регистрацией уровня дофамина в стриотоме. Не останавливаясь на подробностях полученных результатов, скажу вот по выводу, что в данном случае мы исследовали гуанфоцин, как наиболее интересный из этих препаратов, и использовали его как в остром применении однократно, так и при многократном инициировании в течение двух недель. И результат показал, что гуанфоцин снижает уровень ошибок в лабиринте Хэва-Виллимса до контроля угад нокаутов, повышает уровень приимпульсного ингибирования в стартер-рефлексии тоже до уровня контроля, и влияет в том числе на когерентность электрической активности между префронталкой и стриотомом, таким образом, что связанность увеличивается на низких частотах, на более высоких она снижается. Ну, говорить, каков механизм действия гуанфоцина, мы точно не знаем, и медики тоже об этом, как бы, известно, что он агонист альфа-2 аденорецепторов, но тем не менее, влияет он на префронтальную кору. А в наших экспериментах мы определили, что введение гуанфоцина влияет на микродиализ в стриотоме у дат-накаутных крыс, снижая уровень дофамина, причем не только у дат-накаутов, но даже у дикого типа. Таким образом, мы смогли оценить эффективность нородренгической модуляции гуанфоцином и определить возможный даже механизм его действия. И в заключение хочу сказать, что эти крысы очень интересны, они перспективная модель для изучения механизмов СДВГ и фармакологической коррекции. И, кроме того, наблюдение за их поведением может дать нам бесценный материал, который поможет найти те ключики к обучению детей со сдвиг, просто изменяя парадигму обучения, потому что они обучаются, но обучаются немножко иначе. Все, спасибо за внимание. Извините, что я немножко перебрала. Это наша молодая команда, которая занималась этим. Большое спасибо, Анна Борисовна, исчерпывающая характеристики по модели. Извините, что перебрала. По нородренергической регуляции. К сожалению, времени на вопросы у нас совсем не остается. Мы опаздываем на 7 минут. Ух ты! Все, спасибо большое.